МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главная новость этого воскресенья далее в подробности. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несчастливый рейс. Украинские спасатели все еще не добрались до Катманду. Смертельные тайники. В Донецке нашли спрятанные танки боевиков. Одиночество в Крыму. Кто, кроме ветра, гуляет по набережным полуострова? Призрак аннексии бродит по Казахстану. Кто пугает руководство страны крымским сценарием? Прощай, майя. Мировой балет остался без примы. Очень тяжелая ночь под Донецком. Боевики атаковали наших военных в пригородах и в районе аэропорта. Огонь открыли из запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного оружия. Изграда в позиции украинских военных обстреляли в Авдеевке. Впервые за долгое время вражеские снаряды разрывались и в жилых районах самого Донецка. Глава российского МИДа Лавров подозрительно рано утром поспешил обвинить в обстреле силы АТО. Украинский МИД произошедшее называет спланированной провокацией. Мол, с целью сорвать минские договоренности. Кроме того, за последние сутки трижды под обстрел попали наблюдатели ОБСЕ. Под час минометного обстрела Писок четыре мини разорвалися неподалеку спостерегачів ОБСЕ, когда они приближались до своего спостережного пункта. Тот же патруль невдовсе потрапил и перед перехрестный огонь в Авдеевке. Боевики стреляли из 152-мм артиллерии, которая категорично заборонена мирными угодами. Неспокойно и в Луганской области, в Новотошковском, от обстрела боевиков погибла мирная женщина. Постоянное напряжение в районе Крымского, Счастье и Трехизбинки. Как в таких условиях выживают мирные люди и держат оборону наши военные? Репортаж Ирины Баглай. Они живут в нулевой зоне. Впереди за лесом боевики ЛНР. За спиной у жителей этого поселка украинская армия. Линия соприкосновения, которая не позволяет врагу перейти в наступление, это речка. Это Северский Донец. В ней даже под обстрелами местные жители ловят рыбу. На огородах готовятся сажать овощи. По ним снаряды почти не попадали. Но это было еще до начала перемирия. Здесь мы две этих проработки, вещи и документы все сюда сносим. Зиму, например, мы со 2 ноября зашли. И вот это до последнего перемирия мы боялись даже в доме находиться. Пока Галина с дочкой показывали хозяйство и свое самодельное бомбоубежище, с новостями из Луганска пришла соседка. Зинаида Васильевна живет на два дома. Один в трех избенке, другой в оккупированном Луганске. Говорит, в городе сейчас тихо. Правда, выживать тяжело. И в рублях рассчитываемся. И платим услуги в рублях. И в гривнах берутся. А сколько у вас была украинская пенсия, стала российская? Ну, украинская была 1150, теперь российская стала 2300. Первомай для трех избенки выдался жарким. Боевики боеприпасы не жалели. Наши военные демонстрируют осколки от вражеских противотанковых ракет. Когда они видят что-то странное, что-то непонятное, которое их, например, пугает, они начинают поэтому бить. Мы решили там баньку себе сделать маленькую. Они увидели, сразу же в тур подтащили, сразу же чпок ударили. Это тот косочек, который как бы я попал под ранение. На той стороне под оккупированным Славяносербском боевики ЛНР разместили тяжелую артиллерию. По ночам наши бойцы слышат, как передвигаются колонны вражеских танков. Когда началось перемирие, тогда подтянули тяжелую технику. Они ждут сейчас в готовности. В последние дни противник изменил тактику. Вероятно, пришло подкрепление личного состава, скорее всего, из российской армии. Действовать стали более продуманно и профессионально. У них поменялась тактика. Они сейчас часто начали нападать малыми группами с применением легкой артиллерии. Мы огонь открываем только когда есть непосредственно угроза нашей жизни и при визуальном наблюдении противника. Но бойцы все как один твердят. Любое наступление им не страшно. С этой позиции не уйдут. Ирина Баглай, Даниэль Косоковский, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Автор материала Ирина Баглай с нами на прямой связи. Ирочка, здравствуй. Что ты можешь еще добавить к уже сказанному в сюжете? Здравствуй, Леш. Мультивалютная система, о которой нам рассказала местная жительница Луганска, насторожила и продавцов, и покупателей. Рубли, завезенные на территорию контролируемую боевиками ЛНР, свеженапечатанные, как говорят люди. Однако датированы 90-ми годами. Поэтому их подлинность вызывает большие сомнения. Проверить эти купюры в нынешних условиях практически невозможно. И люди боятся, что эти деньги вообще не имеют никакой ценности. И в самом Луганске жители засняли на видео передвижение колонны техники боевиков. В описании к видео указано, что это орудия из России. Это танки Т-64, установки залпового огня «Град», орудия М-100 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Предполагается, что все это свезли для проведения парада 9 мая. Десятки танков, БП, БТР и другую военную технику боевики прячут в Донецке возле детских учебных заведений, во дворах школ и в промзоне. Это уже зафиксировала украинская авиаразведка. И также в Донецке появилась новая техника. Она специально маркирована для определения по принципу «свой-чужой». Леша. Спасибо, Ирочка, за работу. Это была моя коллега Ирина Баглая. Она продолжает работать в зоне АТО. Далее у нас на связи город Мариуполь. Там работает другой мой коллега Руслан Смещук. И сейчас он выходит с нами на прямую связь. От него узнаем о ситуации на этот час. Руслан, здравствуй. Какие у тебя последние новости? Алексей, ну вот традиционно в мариупольском секторе самой горячей точкой остается поселок Широкино. И сегодня с утра там не прекращаются обстрелы. А примерно вот обстрелы украинских позиций. А примерно с 18.00 боевики начали массированное использование 152-мм самоходок, а также тяжелых 120-мм минометов, что запрещено минским меморандумом. И канонада настолько мощная, что вот шум взрыва можно слышать прямо сейчас в Мариуполе. Уже есть информация как минимум об одном раненом. Это боец батальона нацгвардии Донбасс. И также из-за боевых действий вчера три украинских солдата получили ранения. Позже ночью один из них скончался. Еще, Алексей, хочу рассказать о том, что сегодня днем сотни мариупольцев вышли в центр города с требованием не выводить из Широкино украинские войска. Дело в том, что в последнее время все чаще звучит информация о возможной демилитаризации поселка. И вот горожане опасаются, что после вывода украинских сил из Широкино линия фронта подвинется к Мариуполю. Я не хочу, чтобы отводили войска от Широкино. Мы здесь против демилитаризации Широкино. Не отдавать Широкино сепаратистам, злочинцам, чтобы Мариуполь был цел. Потому что если мы отдадим Мариуполь, точнее Широкино отдадим сепаратистам, то тогда Мариуполь это живая цель. Это большой город, его не просто так взять. Если они думают, что это так просто, то они ошибаются. Можно передать в камеру Захарченко, передать, что чувак, ну ты не возьмешь этот город. Такого же мнения придерживаются и украинские бойцы. Они говорят, что если Широкино сдать, то может повториться трагический сценарий 24 января, когда по восточным окраинам города ударили грады боевиков. По километровым указателям 20 километров от Широкино до Мариуполь, но это считается до центра города, а до восточного даже километров 10, может, трешки. То есть совсем близко. И, естественно, минометный обстрел или зарады накрывается очень, как было 24 сентября. Пришедшие на митинг мариупольцы очень надеются, что к их мнению в Киеве прислушаются и не пустят в Мариуполь или в окрестности Мариуполя оккупантов. Алексей? Руслан, спасибо за работу, но я замечу, что ты сегодня общался не только с горожанами, а и с некоторыми солдатами вооруженных сил, которые держат оборону вдоль Мариуполя. Вот эти люди жалуются на то, что их никак не демобилизуют. Почему и кто в этом виноват, как раз и выяснял мой коллега Руслан, и сейчас мы посмотрим его сюжет. Бойцы 21-го Херсонского отдельного батальона стоящего сейчас по линии разграничения встречают журналистов. Согласно приказу президента о демобилизации, 303-й приказ, ребята должны были уволены быть до 1-го мая. Тут у половины ребят 303-й приказ, но они призваны в мае месяце. На что получили самый шикарный ответ Збройных сил Украины от командования. А это вам ошиблись. Солдаты рассказывают, первая группа демобилизованных уже сегодня должна была быть дома. Они даже родственников предупредили. Встречайте. 3-го мая я должен быть уже дома. Сегодня. Сегодня должен быть уже дома. Пацаны готовы служить без проблем. Только как? Каким образом мы здесь остаемся? Бойцы боятся из-за проволочек штабистов потерять работу. И даже свои семьи. Сейчас у нас вот случай, ну, люди разводятся с работой сейчас. То есть всех массово уже на работодателей передали, что нам красиво сказали, да 18 месяцев тебя не имеют права уволить с работы. Да фигта. Это по закону красиво. Так живите по закону тогда с нами. Объявили, ты придешь на работу, через 5 дней тебя уволят. Найдут причину. В штабе сектора говорят, поводов для волнения нет. Это проблема загальнодержавного уровня. Тому сейчас на высшем уровне и Министерство обороны вырежутся вопросы. Тому вискотербовцы хваливатись не имеют за что. И они звольнятся в основном порядке. И в ближайшее время для них это будет доверено. График и порядок звольнения. Но бойцы 21 батальона с заявлением местных штабистов не очень верят. И просят Киев обратить на них внимание. Не по телефону или через канцелярию, а на месте. Хотя бы один человек, который просто приедет и как бы даст ответы на те вопросы, которые нас волнуют. Их очень много, ответов как бы ни одного. То есть два дня назад сказали, что вы служите дальше, но мы служить будем. Но хотелось бы получить вот эти все ответы и просто, чтобы на нас обратили внимание. После встречи с журналистами, надеясь на внятный ответ о грядущей демобилизации, бойцы отбывают на позиции караулы. Воевать за единую, неделимую Украину. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Целую ночь война. Жители оккупированных территорий и прифронтовых городов напуганы. Что они пережили? Послушайте, что говорят те, с кем нам удалось связаться. Ночью было кошмар. Стрелили со всего стрелкового оружия. Начиная с автомата, заканчивая чем-то тяжелым. Гранатометы. Было, конечно, перемирие, соблюдалось более-менее. Все люди отдыхали, праздновали. Были выходные дни. И тут, без всего ночи, начал-то обстрел. Последний город Маленко очень сильно обстреляли. И там есть и разрешение, и даже погибшие. Людей в городе очень, практически нету никого. Война была почти всю ночь. И в Киевский район очень сильно пострадал. Даже жертвы есть. В Киевском районе очень много разрушений. У нас родители в Авдеевке живут там вообще всю ночь. Знаете, как это? До минских договоренностей так не стреляли. На блокпостах теперь, помимо пропусков, еще нужен единоразовый какой-то талон. Он дается одиннадцать. Ехать, выехать. Так если нужен теперь какой-то талон, нафига эти пропускают? Каждый на блокпосту сам себе начальник. Кто что хочет, то и требует. В самом городе ничего не слышно, чтобы стреляли. То есть, как бы тихо в городе. Основные продукты есть. Ну, все очень дорого. Завоз в основном, я так часто вижу, по продуктам осуществляется, видимо, в России. На выезде из города, то если говорить о ратиции таможне через Изварина, то говорят, там большие очереди. То есть, если ты хочешь быстрее, то для этого необходимо, ну, как бы пешком перейти. Ты на въезд, ты на выезд по очереди. Подвиг по расписанию. В Днепропетровской больнице спасают не просто жизни. Десяткам бойцов из зоны АТО здесь дают возможность полноценно жить дальше. О том, как врачи в буквальном смысле выращивают заново поврежденные в бою пальцы, в следующем сюжете. Подвигай этим пальчиком. Этот еще немножечко проблемный, но динамика положительная есть. Последний год в Днепропетровском центре микрохирургии кисти все больше таких пациентов. Парни с передовой иногда привозят с полностью раздробленными кистями. Так было у Дмитрия. В Донецком аэропорту он попал под обстрел боевиков. Ихали в сторону аэропорта. Ну, большая ротация, я первый день. Только за деться ихали, и пробовали БТР, асколка мне. Это не подняшненькое життя, которое надо оценить. Владу, как он гордо заявляет, уже 19. После ранения юному контрактнику грозила ампутация кисти. Осколки задели и нервы, и сосуды, и сухожилия. Шансы на восстановление были близки нулю. Был больший разрез. Их стягивали, сшивали. Рука на 90% не восстановилась. Разорванные ткани и даже кости врачи соединяют специальным фиксатором. А потом полагаются на природную способность организма к регенерации. Мы фактически в кисти боремся за каждый миллиметр. Даже выращиваем пальцы, вместе с ними выращиваем и нервы, сосуды. Хирург Сергей Белый помнит каждого пациента из зоны АТО. Говорит, в мирной жизни таких сложных операций делать не приходилось. Ведь пули алимина, в отличие от бытовых травм, разрывают ткани на молекулярном уровне. Бывали случаи, когда кисть полностью отрывала взрывной волной. Кисть была практически оторвана. Благодаря тому, что пострадавшего в течение, если я не ошибаюсь, первых трех с половиной часов привезли, доставили к нам. Мы ему провели оперативное лечение. И в результате, в результате кисть прижилась. С начала АТО с травмированными кистями в Днепропетровск поступили более 120 бойцов. Почти у каждого в направлениях значилась угроза ампутации. И большинству из них врачи сумели сохранить руки, а значит полноценную жизнь. Ирина Исаченко, Наталья Грищенко, Евгений Коденцов, телеканал Интер, Днепропетровск. Сто лет со времени боев за гору Маковка. В Львовской области проходит торжественное мероприятие, посвященное участию украинских сечевых стрельцов в сражении за стратегическую высоту. Весной 2015 года в течение 60 суток легион сечевых стрельцов в составе австро-венгерской армии не удерживал позиции на горе, не позволяя имперским русским силам преодолеть карпатские хребты и выйти в наступление на Вену и Будапешт. Сегодня же здесь состоялось возложение цветов и театрализованная постановка, посвященная знаковому событию. Украинцы врятовали Европу, как и врятовали впродовж истории не один раз. И Европа должна про это пометать. Поэтому сегодня санкции европейских и заокеанских государств против России должны не послабливаться. Украинские войска, за прикладом того, как нужно поддерживать легион сечевых стрельцов, должны быть соответствующим способом устанавливаться. Казахстан наш. Журналисты Вашингтон-Пост разглядели еще один полигон для крымского сценария. Почти как в Украине. Год назад этнические русские в Казахстане все чаще жалуются на притеснение по языковому и национальному признакам, сетуют на недостаточное количество соотечественников на руководящих государственных должностях. И все громче зовут Кремль прийти на помощь. Такой же предлог напоминает Вашингтон-Пост. В прошлом году Россия использовала для аннексии Крыма. На ситуацию уже отреагировал президент Назарбаев. Он заявил о жестком пресечении любых попыток этнического радикализма. К слову, в Казахстане уже два человека приговорены к уголовному наказанию за участие в конфликте на востоке Украины на стороне боевиков. И о других событиях смотрите далее в нашем обзоре. Ночные волки колесили по Луганску. Об этом сообщают в ОБСЕ. Около 30 российских байкеров проехали по оккупированной боевиками территории. Участники любимого Путина мото-клуба также добрались до Вены и возложили там цветы к памятнику советским воинам. Ночные волки пытаются совершить пробег до Берлина к 70-летию победы во Второй мировой. Однако Польша, Литва и Германия запретили проезд российским мотоциклистам по своим территориям. Финляндия готовит военный резерв. Минобороны страны разослала 900 тысяч писем служащим запаса. По информации издания Newsweek, резервистам сообщили об их роли в случае войны и рекомендовали обновить личные данные. При этом в Хельсинки отрицают, что рассылка напрямую связана с возможной военной угрозой со стороны России. В последнее время финские ВВС неоднократно поднимали свои самолеты из-за нарушения воздушного пространства страны с российской авиацией. НАТО открывает горячую военную линию с российским военным командованием. Об этом сообщают источники в Альянсе. По их информации, использовать линию будут для обсуждения экстренных вопросов. За защищенностью канала обещают бдительно следить. Российским военным уже якобы отправили контактные номера. Когда же запустят линию, не уточняется из-за секретности. Подобная горячая линия существовала между США и СССР во времена Холодной войны. Путин ужесточил наказание для СМИ за экстремистские террористические призывы. Оштрафовать могут на миллион рублей, а могут и весь тираж конфисковать. Тест на экстремизм и терроризм будет проводить Роскомнадзор. Пару дней назад в Новосибирске к нацистской символике приравняли, например, юмористический фотоколлаж с Петром Порошенко. Опубликовавшего его ВКонтакте Дмитрия Полякова оштрафовали на 2000 рублей. Там же в Новосибирске 1 мая на 10 суток посадили художника Артема Лоскутова, организатора ежегодного молодежного шествия «Монстрация». Колонна несла плакаты с лозунгами «Господи, прости» и «Однаш». Лоскутова обвинили в проведении несанкционированного мероприятия. Жестокое убийство нашего соотечественника расследует полиция немецкого города Висмар. Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в центре для беженцев. Таковы последствия драки, которая вспыхнула между несколькими постояльцами центра. О жертве известно очень мало. Украинцу на вид около 40 лет, вот и все, что сообщается. Власти выясняют мотивы и количество вовлеченных в драку участников. Спасение приплывающих 3,5 тысячи нелегальных мигрантов за сутки спасла береговая охрана Италии. Выходцев из Африки и Ближнего Востока в нечеловеческих условиях перевозили рыболовецкие суда. Несмотря на несколько кораблекрушений, которые накануне унесли жизни более тысячи незаконных мигрантов, нелегалы все же стремятся в Европу в поисках лучшей жизни. Многомиллионный бизнес, построенный на контрабанде людей, организован военизированными ливийскими группировками. Дорого и грустно. На южном побережье Крыма полное затишье. Полуостров игнорируют украинцы и белорусы, а из-за санкций не будет и туристов европейских. На что же остается надеяться жителям оккупированного полуострова, продолжит Юлия Крючкова. Крымские пляжи пусты. На дорогах южного берега нет автопробок. Традиционных для курортных трасс предложений сдачи жилья тоже не видно. Открыты лишь единицы кафе. Нет смысла. Туристов мало, подтягиваются лишь в праздничные дни. В основном едут из Москвы и Подмосковья. Местные предприниматели уже ощутили специфику гостей из Москвы. Теперь тоскуют по украинцам. Все-таки за украинскими туристами, конечно, все здесь скучают. Это, я вам скажу, откровенно. Украинские туристы, они как-то все-таки легче оставались со своими кровно нажитыми. Лето 2015 преподнесет несколько неприятных сюрпризов как для курортников, так и для крымчан, которые привыкли зарабатывать на туризме. Цены на отдых выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Вот этот номер будет стоить в первых часов мая 1400 рублей в сутки. И там в зависимости, как будет июль-август, там уже будет выше. А многим частникам вообще придется свернуть свой койко-бизнес. И вот почему, если сдаешь жилье нелегально, будь готов к жестким санкциям со стороны местной полиции. Штрафы очень большие. Порядка 50 тысяч рублей штраф. И с возможностью лишения того объекта, с которым ты получаешь незаконную прибыль. То есть это квартира. Неразужные прогнозы и для курортного ВИП-сегмента. Бронь на лето всего около 30%. ВИП-сегмент это порядка 8-10 тысяч рублей за номер в сутки. Это около 200 долларов. И в этом сегменте есть проблемы. Будет очень тяжело продаваться. Вот наш прогноз. Но главное, чтобы отдохнуть в Крыму, туда еще нужно добраться. Для россиян альтернатив немного. Самолет или паром. Морской путь в разы дешевле. Но по опыту прошлого сезона ждать пресечения Керченского пролива можно по несколько суток. Ярослав Кречко, Юлия Крючкова, Виталий Зятковский. Подробности телеканал Интер. Крым. Полоса невезения. Самолет украинской спасательной миссии все еще не может попасть в Катманду. Власти Непала ограничили посадку на поврежденную землетрясением взлетную полосу. Тем временем растет количество подтвержденных жертв стихийного бедствия. Что происходит с нашими соотечественниками в зоне трагедии, знает Вениамин Трубачев. Аэропорт в Катманду закрыт для больших самолетов. Такое решение приняли непальские власти из-за трещины, образовавшейся на взлетно-посадочной полосе. Это ограничение касается и украинского Ил-76. Он должен был сегодня забрать граждан Украины из Непала. Самолет по-прежнему находится в столице Индии Дели. Он сломан и его пытаются починить. В подвешенном состоянии оказались более ста украинцев. Когда и как теперь их будут эвакуировать, неизвестно. Я понимаю, что да, мы улетим. Когда это будет, непонятно. То есть, конечно, завтраками нас кормят с первого дня, после землетрясения. Ничего не особо... Приехала делегация, приехали все равно, что ничего особо не меняется. Не дождавшись помощи, некоторые люди покупают билеты за свои деньги и улетают на родину. Остальных поселили в почетном консульстве Украины в Катманду. Кому мест не хватило, живут в палатках под открытым небом. Ну, вообще, мы туристы. То есть, в палатке нормально спать нам. Ну, потом, как у меня билеты на 14-е число. А тут оставаться еще до 14-го, ну, какой у меня не вариант, потому что, во-первых, и толчки могут повториться. Спасательная операция в Непале продолжается. Сегодня обнаружили в горах тела 50 альпинистов, в том числе иностранцев. Если среди них граждане Украины, еще не выяснили. Тем временем, выжившие туристы уезжают из страны. Я приехала из Ливана и знаю, что такое бомбежка. Так вот, ощущения похожи, когда были толчки и земля тряслась под ногами. Местным жителям уезжать некуда. Они разбирают разрушенные здания. С каждой минутой остается все меньше надежд, что под завалами могут быть живые люди. Многие из выживших получили психологические травмы и массово обращаются к врачам. Я чудом выжила. Сейчас волнуюсь, как и где буду жить дальше. Как будет жить моя семья? Эти вопросы не дают мне покоя. Каждый вечер жители Непала собираются в небольшие группы, зажигают свечи и читают молитвы в памяти погибших. Подобные церемонии проходят во всех уголках страны. В ней Мин Трубачев. Подробности. Телеканал Интер. До премьерный показ. Уже через 4 дня в Великобритании парламентские выборы. И если о нынешнем премьере известно многое, то вот его главный конкурент пока что темная лошадка. Что обещает лейборист Милибент и чего ожидать Украине в случае его победы, расскажет Светлана Чернецкая. Сейчас я чувствую, что готов стать премьер-министром. Вот он, возможный лидер Великобритании, Эд Милибент, глава лейбористов. Партия, у которой по опросам избирателей есть все шансы получить самую большую поддержку на парламентских выборах. А вместе с ней кабинет на Даунин-стрит-10. В сердце нашей компании принцип. Если будут успешными рабочие, то успешной будет Великобритания. В большой политике Милибент всего 10 лет. Начал депутатом в палате общин. Уже в 2008-м стал министром энергетики. А в том, что у него жесткая хватка, избиратели убедились в 2010-м, когда на выборах руководителя лейбористской партии Милибент выставил свою кандидатуру против родного брата. И победил. Нехватка лидерских качеств и харизмы, молодость и горячность. Милибенту постоянно достается за недостатки. Был даже момент, когда верхушка лейбористской партии серьезно думала о замене лидера. Британцы честно признавались в вопросах. Не видят его во главе страны. Но тот не переставал убеждать, что справится. У меня такое ощущение, что последние 4,5 года я шел к этому моменту. В своей компании Милибент не раз жестко критиковал правительство за политику внешнюю. В частности, за нерешительный ответ на российскую угрозу и отсутствие Великобритании в нормандской четверке на переговорах по Украине. Консерваторы хотят провести референдум по выходу из ЕС, поэтому дистанцируют себя от Евросоюза. Лейбористы же уверены, что нужно теснее сотрудничать с ЕС по всем направлениям и ярче проявлять себя на внешней арене. В отличие от консерваторов, лейбористы более благосклонны к расширению Евросоюза, а значит и к мигрантам в целом. Это подтверждает и кандидат от лондонского района Илфорд Майк Гейбс. В его округе проживают несколько сотен украинцев. Мы всегда выступали за расширение ЕС еще со времен Тони Блэра. По сути, мы обеспечили вхождение в Евросоюз восьми стран, в том числе Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Судя по лозунгам, Украина только выиграет, если к власти придут лейбористы. Но загвоздка в том, что здесь, как и везде, политики склонны забывать о предвыборных обещаниях. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Балет остался без примы. Майя Плесецкая ушла из жизни накануне вечером. Она скончалась в Германии, где жила в последние годы. Легендарной балерине было 89 лет. Из Германии. Татьяна Лугунова. Есть балерины талантливые, яркие, великие. А есть Майя Плесецкая. К ее имени не нужно добавлять громкие эпитеты или превосходные степени. Она это и есть сам балет. Плесецкая родилась в семье известного советского чиновника и актрисы немого кино. Во времена сталинских репрессий отца расстреляли мать, на несколько лет сослали в Казахстан, в лагерь жен изменников родины. Девочку удочерила тетя, солистка Большого театра. Ее учебу в хореографическом училище прерывала война. И она тайком без специального пропуска возвращалась в Москву из эвакуации, увидев в газете заметку «Занятия возобновлены». Плесецкая рассказывала, она не то, чтобы мечтала стать балериной. Она мечтала танцевать. Кажется, она танцевала всегда, даже сидя на стуле и отвечая на вопросы поклонников. Когда я слышала музыку, я импровизировала в детстве. Вот так. Я думала, что вот так. На бульваре играл оркестр. А я танцевала. Не стеснялась, что маленькая сцена. Я не боялась сцены. Наоборот. Я ждала, когда можно выйти на сцену. Это вторая жизнь. Эта сцена – другая жизнь. На сцене она прожила целую жизнь. Умирающий лебедь, Аделея, Детта, Кармен, Чайка, Жар-птица, Анна Каренина и Дама с собачкой. Плесецкая танцевала и в 50-е, в 60-е, разрушая миф о коротком веке балерины. Она вообще не любила штампы и правила. И не раз признавалась, что страшная лентяйка. Я никогда не любила тренироваться, работать. Вот у меня не получается. Я должна сделать это. Изо всех сил. У меня этого не было. Я любила танцевать. Выходила на сцену, но еще не срепетирована, не готова. Нет, на спектаклях дойдет. И очень не любила по многу раз повторять. Потом мне, знаете, что казалось? Когда очень много раз повторяешь, уже получается как механизм и без эмоций. Это она первая станцевала умирающего лебедя с отведенными назад руками. Это ее Кармен называли слишком развязной и страстной, пытались запретить спектакль. Плесецкую объявляли невыездной английской шпионкой, вызывали на ковер. А она танцевала вопреки всему. Вы предательница классического танца. Вы должны отказаться от Кармен. Я сказала, нет. Я спокойно сказала, Кармен умрет тогда, когда умру я. Плесецкую обожали миллионы. Боготворили Пьер Карден и Ивсен Лоран. В нее были влюблены Роберт Кеннеди и испанский монарх Хуан Карлос. Но в ее жизни был один главный мужчина. Муж и композитор Родион Щедрин. Он писал музыку, под которую она танцевала. Татьяна Лугунова, подробности, телеканал Интер. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели. Завтра увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин